В Челябинске проходил фестиваль граффити, он должен был быть международным. Мы боролись за него, участвовали в голосовании, но так как ковидный год, и райтеры из-за границы не смогли приехать. В итоге Муралы на зданиях писали российские художники. Граффити, этот фестиваль, культурный код, он стал каким-то спасением твоего внутреннего дворца, когда ты действительно мог снять что-то классное, крутое. И этот материал, он не академичный, как в принципе все должно быть на телевидении, то есть должна быть какая-то картинка, должен быть такой красивый монтаж. А здесь это какие-то вот такие реальные экспрессионистские неровные мазки, но мне кажется, получилось классно. Ну и раз уж мы в Петербурге, да, у нас основная площадка это Эрмитаж, то тут можно провести аналогию с экспрессионизмом, да, который зародился на стыке эпох, когда старые устои сломались, ушли, а новые еще не зародились. То есть вот ковидный год он такой же, старое все сломалось, новое еще не пришло, были такие упаднические настроения, невозможность творить, а хотелось очень сильно. Петербург это все-таки считается культурная столица России, и мне кажется, диалог культур как раз-таки он и должен проходить в Петербурге. Это такая площадка, где происходит взаимодействие всех вот как раз-таки разных вот этих вот идентификаций народов. Ну не зря же журналистику называют четвертой властью, как раз-таки лично мне реально нравится больше снимать какие-то социальные вещи, потому что у тебя есть возможность помочь людям рассказать об их каких-то инициативах, идеях. Культурный год настолько понравился южноуральцам, что в регионе решили провести областной фестиваль граффити в пяти городах. Челябинске, Магнитогорске, Мясе, Златоусте и Бакале. Город оружейников первый, куда приехали художники, чтобы расписать фасады домов. В этом и функция журналистики. У нас социальная роль, мы несем ответственность за то, что мы говорим, и ответственность за тех, кто нас окружает. Поэтому журналистика, мне кажется, больше она должна помогать людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова